здравствуйте дорогие друзья приветствую вас благовещенская мы находимся на подъезде бугатской косе ну пойдем на нудийский пляж это место вот называют этом жара-мара так далее не считается бугатской косой бугатская коса это тоненькая полосочка между лиманом кизилтавским и морюшком но они останутся мы их вам сможем в следующем году поснимать а вот здесь уже в этом году подтянут инфраструктуру эти поля застроят и возможно у нас даже не будет доступа к этому пляжу на который вас сегодня привел меня постоянно спрашивают юра скинь координаты сейчас я вам их покажу тридцать четыре и шесть возле моря с той стороны лимана был там было 39 градусов вот он находится по грамм застава то есть последняя лесополоса перед кизилтавским лиманом сворачиваете подъезжаете наслаждаетесь пока проезд есть с той стороны по грамм заставы находится еще один пляж на который тоже можете подъехать и пойти купаться мне почему-то вот прям до глубины души зашел вот этот вот нудистский пляж иногда думаю наверно потому что я тоже постоянно хожу мужу поэтому мне нравится нудисты и сам люблю ночные галуши лайк не забывайте подписывайтесь а также поделитесь этим видео это честно будет восхитительно еще на море не было но я предчувствую раньше здесь был кемпинг но закрыли к сожалению тут ребята следили убирали территорию сейчас вроде бы еще более-менее чисто но все равно нет на парковке встречается мусор тех гондурасов которые приезжают из города гондурас и начинают считать что за ним кто-то придет здесь уберет и просто засирает природу ты не стал мусор показывать потому что ну прям душа болит видели до перекопано сюда сейчас не подъехать прям плотно а раньше прям вот сюда можно было ехать бугорочек и все мы уже на море для тех кто лучше по навигатору смотрите им да то есть показываю вам ребята вот он navigation system и координаты покажем на этой точке координаты вбивайте приезжайте существо у нас там ветер не дует он сегодня восточный должен быть сюда подхожу здесь южак это прямо лицо хорошо пошел дождутся там ребята я сюда приехал покатать на кайте ладно не будем меня смотреть вперед и только поднимать кайт ветер скис нафиг и он у меня кайт брюк и обратно на землю ну круто тень ну красота в общем мы заходим здесь вот раньше между этих дюн стояли домики в которых приезжали эти самые нудисты отдыхали на вообще был очень крутой кемпинг сейчас видите салфетки везде начинают валяться потому что люди в общем сожалению ночи засланцы это как бы печалит когда приходишь и видишь мусор который не составляет вот так в принципе если пешочком сюда прийти спокойно также можете снять стать палаточкой этими деревьями и кайфу песок кипяток а по нему в шлепках идти невероятно сложно не лучше в шлепках офигеть какая температура песка чтобы так ноги аж подгорели вот это да сегодня палево-малево солнечные лучи прям жестко приливает и так вот идешь идешь голубая даль начинает появляться это одно из крутейших мест анапского побережья вчера был на большом утрище показывал такие места сегодня мы приехали сюда на ландийский пляж и когда говорят что у вас там все плохо в анапе мест нет мне хочется смеяться в голос три-четыре-семь какие места представьте здесь палаточки люди так и жили здесь было очень круто жалко что если больше нет они уехали в сторону веселовку нудят там здесь теперь только вот так вот прийти на море если с левой стороны вот получается можно кстати и здесь поставить машинку и выйти в ту сторону там не будет лесенки там проще спуск и меньше идти вам будет и с той стороны по гранзаставу можно подъехать тоже искупаться еще круче ну что ребята охреневайте а вон бассейн как вам сразу покажу вам просто куда мы пришли и что здесь по людям чтобы понимали насколько эти места невероятные что и под берегом есть какие-то водоросли но дальше там вода просто на и кристальнища ты горишь как огонь я нудисты тоже присутствуют так что их не пугайтесь что здесь нет ходить чуть стороночку ну вот туда спускайтесь что то что он сказал с той стороны чуть-чуть там спускайтесь выходите там нудистов нет они вот чуть-чуть от гаража этой территории где находятся чтобы вас предупредить нам стоит что заходите без одежды ну либо не смущаетесь вон там еще такой бугородчик море вау температура воздуха немножко изменилась здесь прям наверху жаричка стоит юных так всегда к морю спустимся будет прохладно и наслаждаемся в полной мере то есть это могли быть ваши ноги и путь к вашему сегодняшнему морю для полного наслаждения и так ли круто единственно как снимать здесь контент сегодня не знаю если вечером приходил здесь все уже разбежались то сейчас здесь прям ну много нудистов мы наверно дойдем до низа хотя принципе все спиной мы ничего не видим такого лишнего ну их здесь много пойдем туда вправо отойдем чтобы никому здесь не мешать это можно и в левую сторону вниз но отсюда можно эту крутую панораму дать как это красиво здесь смотрится будете приезжать приезжайте наслаждайтесь ребята очень беспокоить ребят не будем они отдыхают здесь у меня претензий нет они голышом там много это молодые возрасте и так далее но не ушли от всех и вот свой кайф также чтобы их не смущать я в одежде так как на ютюбе не могу появиться без нее так бы с ними разделся бы отдыхал то есть я обожаю море голышом это фантастика лучшие ощущения которые могут быть особенно ночью когда тебя точно никто не видит это просто наедине с морем этим занимаешься и получаешь максимум удовольствия кстати хочу вам показать тут еще одна лестинка есть вот от той лестнице немножко в сторону до все такую песчаную сделали прям горе выдолбили и отошли мы чуть в правую сторону бугасской косы ну что посмотреть здесь отдыхают уже дети в одежде люди ну и собственно если вы встали небольшой маленький кусочек такой совершенно юридический пляж в котором люди получают максимум удовольствия пляж здесь внутри тоже особо без мусора единственного там вот вдоль этой гряды он немножко присутствует там дальше находятся разные так сказать места на бугасской косы по ней можно дойти вообще веселовку в принципе мы этим заниматься не будем мы сегодня пришли показать вот эти пустынные пляжи все сбежали ужас трес и шок водоросли как бы чуть возле берега есть это вообще прям самое критичное что только может быть из критичного в этом мире такие водоросли они зелененькие они наоборот нужны ими питаются рыбки крабики там и все остальное без них не будет жизни в море поэтому не размещайтесь и получайте удовольствие ну и вот я себе выбрал пляж который только мой туда дальше где-то начинается бугасская кассаба за отдыха идут там люди присутствуют но здесь я практически один особенности вперед вот так давайте еще чуть отойдем от них и будем кайфовать в одиночестве круто надеюсь вам понравился если бы еще волны не было вот он вот тут вообще невероятно позже море как я говорил температура спала 30 минут тут невероятная влажность смотрите кожа покрывается испариной очень жарко пора охладиться ну что друзья понимаете это не помеха а морская так сказать здесь прекрасный клопок как я рад что я могу вас взять с собой мое любимое море кстати здесь на окне я нахожу там где-то на диске пляж там прям сразу глубина здесь чуть-чуть надо будет пройти на пройти по поискам для детей здесь будет вообще круто плескаться но дно меняется поэтому не обращать на это внимание он сегодня так завтра вот так не особо угадаешь ну что друзья мои за всех за вас кто не смог еще приехать на что мечтает о море сейчас мы что за нырнем я хотелось бы всем сказать самые важные слова не приезжайте в анапу друзья у нас очень все плохо мест на пляжах нету везде одни водоросли вообще на самом деле обидно да когда приезжают люди покупают там пляжами с лежаками своими приходится потом ходить искать конечно но мне кажется путешествие особенно если вы едете на личном транспорте подразумевают в себе нахождение таких вот мест где вы море все едино и все прекрасно так что если вы ищете таких путешествий приезжайте к нам эти вот это тополиный пух полетел очень много очень много Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok